Танкисты, ракетчики, артиллеристы, зенитчики и многие другие военные специалисты одновременно отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Сухопутные войска – наиболее многочисленный вид вооруженных сил нашей страны. Свою историю они ведут со стрелецких полков Ивана Грозного, первых в России регулярных армейских подразделений. Роль сухопутных войск в защите национальных интересов страны Владимир Путин в специальной поздравительной телеграмме назвал сегодня ключевой. Репортаж Александра Сладкова. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине образования сухопутных войск Российской Федерации, проводятся сегодня в столице. Недалеко от могилы неизвестного солдата и памятника первому главкому сухопутных войск герою Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Жукову. Военнослужащие и ветераны возлагают цветы к вечному огню в Александровском саду и к памятнику Георгию Жукову. Хотел бы еще раз, пользуясь случаем, поздравить всех военнослужащих сухопутных войск, всех работников оборонно-промышленного комплекса с этим прекрасным праздником. Желать вам здоровья и успехов. К 2020 году доля современного вооружения сухопутных войск составит 70%. Только в этом году наши войска получат более двух с половиной тысяч новых основных образцов вооружения. Сегодня, несмотря на праздник, мотострелковые соединения Южного военного округа проводят тактические учения вместе с подразделениями ракетных войск и артиллерии. Применяются боевые роботы и беспилотные летательные аппараты. Огонь! Вы видите, как на учениях сухопутные войска применяют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе Сирийский вал. С каждым годом желающих служить в сухопутных войсках все больше, потому что современные системы вооружения впервые проходят боевое применение именно здесь. Хотелось служить родине, заниматься мужским делом и воспитать в себе какой-то боевой дух. Я живу этой службой. Мне нравится это. Для меня это жизнь, это моя работа. Всего только в этом году в сухопутных войсках проведено 4,5 тысячи учений, где был использован опыт боевых действий современных вооруженных конфликтов.